Хочется пригласить смелых представителей одного из факультета Е и одного из факультета Р. Есть смелые, кто не побоится подняться на сцену. Ну, мужчины, да что вы руки тянете? Поднимаетесь на сцену, смелые, от факультета Е и от факультета Р. Всего нужно по одному человеку, смелых ждем. Да пожалуйста, смелые, нужны смелые. По одному человеку, правда, нужно, ну, как получится сейчас. Факультет Е справа, факультет Р слева. Е. Что, вы к ним же хотите? А что, из факультета Р никого нет смелых? Ну, какой факультет? Е? А из факультета Р есть кто-нибудь? Ну, факультет Р есть кто-нибудь? Р. Т.е. на факультете Р больше смелых девушек. Как она сразу? Ну, помните, я сказал, что нужно всего по одному? А, по одному. Ладно, придется методом отбора. Я задам один вопрос. Кто отвечает неправильно, сразу отчисляется. Можно покинуть сцену сразу. А он говорит, давайте киниму, кто остается. Нет, уже поздно, я задаю вопрос. У них там уже свое что-то, понимаете? А может, вы ответили бы на вопрос и остались бы? Нет, 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 давайте ответите на вопрос. Посмотрим, он правильно остался или нет. Вы какой факультет? Е. Это кто будущие? Это только вы один знаете, куда вы пошли учиться. Остальные пока не понимают. Хорошо. А вы факультет Р. Хорошо. Я задам вопрос, все отвечают, посмотрим, кто останется. Скажите, пожалуйста, ну, назовите хотя бы имена, ну, фамилии, имена трудно, фамилии, двух выпускников военмеха, которые достигли очень больших высот. Сейчас каждый отвечает, а дальше мы смотрим, что я предполагал. Ваша версия? Можно подумать. Можно думать. Такой фамилии нет. А помощь зала нельзя? Нет. И даже интернета нет. Надо было декана слушать. Надо было декана слушать? Надо было! Титов и гречка. Титов и гречка? Вы так думаете? Титов и гречка? Так, хорошо. У вас было время нам думать, я начну отсюда. Гречка, гречка. Гречка, гречка. Это каша гречка, гречка? Я помню просто. Вы не помните. Просто гречка и гречка. А кто такой лежит? А, вы познакомились с гречкой. А, запомнила. Девушка, вы куда пошли-то? Я люблю высоких девушек. Не бойтесь. Нет, я не знаю. Хорошо. Можно сразу покинуть сцену. Так будет честнее. Значит, нужно назначить... Я уже вопрос задал. А теперь вам просто нужно ответить двумя словами. Один и два. Ага. Това. Что? Я слышал про Титова тут. Про Титова тут рассказывали. Про Титова. Шишанов. Кто такой Шишанов? Выпускник Вейн Меха. Очень успешный человек. Ага. Я понял. Когда я даже задал вопрос, я показывал самых высоких высот. Я же, конечно же, говорил про космос. Но приятно, что хотя бы одна фамилия прозвучала. Это гречка. Да, действительно, космонавт гречка. Это не каша. Это человек, который в космосе сделал очень великие дела. А вы уже знаете. А уже рассказал. Да. Вы остаетесь, парни покидаются. Неожиданно. Ну, а что... Я, честно, фамилию не знаю, но он работает в Газпроме, и он... Да, он из 652 метра над уровнем моря. Да, да. Хорошо. Для вас отдельный вопрос. Задаю внимание. Скажите, пожалуйста, где военмеховцы получают диплом об окончании военмеха? Наверняка, здесь на сцене. Ну, сердце. Душа на сцене. Душа на сцене. У военмеховцев есть уникальнейшая возможность. Это единственный вуз, который может себе позволить по праву вручать дипломы выпускникам в музее артиллерии, инженерных войск и войск связи, где расположена одна из самых крупнейших коллекций ракетного оружия. Я не помню с этого слова. Почти 70% экспонатов современных — это выпускники военмеха, генеральные конструкторы. Так что не знаю, получится ли у вас получить диплом военмеха в музее артиллерии, или вы покинете нас раньше. Но, по всей видимости, надо кого-то из вас оставить, поскольку вы уже это тут кидали. Вы откуда родом? Я из Питера. А вы откуда родом? Я тоже из Питера. А вы в каком районе живете? В Приморском. А вы в каком районе живете? В Красногвардейском. Ну, это почти же соседние районы. Ну, примерно, да. В какой район их разделяется? Не могу сказать. Я понял. Петроградский и Выборгский. И Калининский, если отсюда идти, да? Ну что ж, я вас увожу. Фрунзенский — это с другой стороны. Я говорю сейчас про Север. А если говорим про Юг, то тогда Курортный район, Кронштадтский район, Красносельский район, Кировский район. Потом только Красногвардейский будет. Совершенно верно, да. Да, да, да. У нас 18 районов. Ну, мы сейчас об этом с ними поговорим там. Они там познакомятся поближе. Если в них все получится, то мы с ними выйдем по окончанию танца, который уже готов порадовать нас. Вы аквадируете, они танцуют, а мы знакомимся. Спасибо.